Субтитры подогнал «Симон» Иван Демин вернулся с работы поздно. Приближались вступительные экзамены, и на кафедре было много работы. Сумасшедший дом какой-то. Представляешь, конкурс уже четыре человека на место. Иван Николаевич Демин, 50 лет, женат, заведующий кафедрой в институте. А документы только принимать начали. А как вы их отсеивать собираетесь? Ну, вопросы посложнее придумаем. Я работу домой взял, подправить. Сейчас будем ужинать. Вероника Самойловна Демина, 48 лет, жена Ивана, инженер. Интересно. Это от кого? Боня, ты что? Что там? Я ни о чем не просила тебя все эти 20 лет, но сейчас наш сын собирается поступать в институт, и я прошу тебя разрешить пожить ему в твоем доме, пока он сдает экзамен. И ты столько лет скрывал, что у тебя есть сын. Да я сам только что узнал. Все ясно. Я не смогла родить тебе сына. И ты завел себе другую семью. Да нет у меня никакой другой семьи. Я же говорю, отец сам только что узнал. Надо же сын. Мила, я прошу тебя, успокойся. Я сам поверить не могу, но надо как-то все обдумать. Он же хочет приехать. В моем доме этого твоего так называемого сына не будет. Ты еще мать его сюда привлоги. Вероника. Иван не мог понять, как ему отнестись к появлению взрослого сына. Он всегда мечтал о ребенке. Но сейчас жена очень обиделась на него и была права. Это было 20 лет назад. Я приехал в другой город, познакомился с женщиной. Мы вместе были один день и больше не встречались. И тут сын. Хорошо. Но, похоже, вы не очень рады этому событию. Да я вроде бы и рад. Я всегда хотел иметь детей. Но Вероника оказалась бесплодна. Долго лечилась. Но детей у нас нет. Так что же вам мешает радоваться без этого слова «вроде»? Вероника считает, что я ее променял на другую. Хотя это не так. И я ничего не могу ей объяснить. Переночуешь на кухне? Ну, перестань. Что ты? Иван надеялся, что Вероника поймет, насколько важно ему встретиться с сыном. Это я что, да? Ты врал мне 20 лет. У тебя другая женщина. И теперь ты хочешь, чтобы я сделала вид, что ничего не произошло? Я говорю, у меня никого нет. Это было 20 лет назад. Один раз. Вероника, пойми, это для меня тоже большая новость. Еще какая. Ну и кто же она? Школьная учительница. Причем здесь это? Приезжает не она. Приезжает сын. Пойми, для меня это очень важно. А я? Я для тебя уже не важна? Ты приводишь в дом сына своей любовницы. Обо мне ты подумал. Я понимаю, что Вероника ревнует, но меня действительно не интересует эта женщина. А вот сын. Ну, Веронику-то можно понять? Ведь никто не любит изменений. А появление сына может кардинально изменить всю вашу жизнь. Нет, этого не будет. Ну, вы же взрослый человек, вы сами понимаете, что любое появление в семье меняет всю семью. И Веронике надо дать время для того, чтобы она смогла понять эту ситуацию. А ваша решимость и настойчивость поможет ей принять эту ситуацию. Я согласен. Прошло несколько дней, но Иван так и не смог помириться с Вероникой. Я думаю, на письмо надо что-то ответить. Напиши что-нибудь. Скажи, что не можешь принять, что у нас ремонт или что ты заболел наконец. Может быть, пусть приедет, а? Ну, хоть на пару дней. Мне бы только посмотреть на него. Нет. Иван поскорил. Он поступил по-своему и пригласил сына приехать. Веронике он решил ничего пока не говорить. Я открою. Опять твой студент. Выходной же! Здрасте. А Иван Николаевич дома? Ваня, к тебе тут студент твой. Нет, я еще пока не студент. Я его сын. Я вот как письмо получил, сразу приехал. Михаил Маслов. 20 лет. Сын Ивана. Абитуриент. Ну, здравствуй. Раздевайся, проходи. А где у вас здесь туалет? Вот. Вероника, прости. Как ты мог? За моей спиной. Я же тебе сказала, что я его в дом не пущу. Ну, Вероника, я прошу тебя, успокойся. Человек в гости приехал. Надо хотя бы его чаем напоить. Значит так. Я сейчас ухожу. А когда вернусь, чтобы этого здесь не было. Сынок, ты не волнуйся. Ты проходи. Извините, неудобно как-то. Но я письмо получил и сразу... Ты не волнуйся. Вероника очень хорошая. Она успокоится, и вы с ней нормально познакомитесь. Лучше давай, рассказывай. На. А что рассказывать-то? Ну, как чего? Куда собираешься поступать? И вообще, как жизнь? Иван Николаевич. Папа. А, ну да. Папа. Давайте завтра поговорим об институте. А то я сегодня с дороги и как-то устал. Да-да, конечно. Отдыхай. А я тебе на диване в гостиной постелю. А может быть, мне все-таки лучше уйти? Даже не думай об этом. Ты здесь никому не помешаешь. Как мама? Как Лариса? Мама? Нормально все. Живем. Работает. Ну да, да. Надо же, какой у меня сын. Кушай, кушай. Прошло несколько часов, а Вероника так и не возвращалась. И Иван начал волноваться. Вероника, ну куда ты пропала? Надеюсь, этот ушел? Нет, он отдыхает. Пойми, я не мог его выгнать. Понятно. Прости меня. Мне так хотелось посмотреть на сына. Ну как? Посмотрел? Да, Миша, замечательный парень. Татьяна! Вероника, ну ты же всегда меня понимала. Сын – это такой подарок. Ладно. Пусть остается. Только на несколько дней. Потом в общежитие пусть перебирается. Конечно. Спасибо. Пойдем? Пойдем. Это было самое счастливое утро в жизни Ивана. Сфотографируй меня на память с сыном. Не надо, я не люблю фотографироваться. Как-то не надо, на память. Ну, улыбайся. Так, хорошо. Я учебник тебе приготовил. Тебе нужно все повторить. Иван Николаевич, папа, а может быть завтра начнем, а? А то я хотел город посмотреть, прогуляться. Ну, хорошо, завтра так завтра. Прогуляйся. А я как раз составлю план подготовки к экзамену. Я пойду. Да, Миш, вот что еще. Возьми ключи на всякий случай. А ключи-то ему зачем? Ну, что такого? Пусть будут. Получив письмо от своей давней любовницы, Иван Демин узнал, что у него есть взрослый сын Михаил. В письме сообщалось, что Михаил собирается поступать в институт, и мать Михаила просила приютить его на несколько дней. Жена Ивана, Вероника, была против знакомства с сыном, но муж очень хотел увидеть Михаила, так как детей в браке с Вероникой у него не было. В тайне от супруги Иван пригласил Михаила в гости. Вечером Михаил долго не возвращался. Иван решил дождаться сына. Он волновался за Михаила. Миша. Михаил, это что такое? Пап, ну мы тут с ребятами немножко. Да ты что, я же волнуюсь. Тебе к экзаменам надо готовиться, а ты? Пап, завтра, все завтра. Иван понял, что ругать сына, когда он в таком состоянии, бессмысленно, и решил отложить разговор до утра. Михаил, я все понимаю, дело молодое, но не забывай, что ты приехал сюда учиться, а не пить гулять. Да, да, я все понимаю, так получилось. Представляете, встретил знакомого, а у него как раз день рождения. Я не хотел. Не хотел, бы не напился. Ну ладно, в общем, с сегодняшнего дня занимаешься по шесть часов. Серьезно готовишься к экзаменам, понял? Это я тоже понимаю. Только надо документы в институт подать. Хорошо, я с тобой пойду. Я тебе там покажу, что и как. Не надо. Я сам. Что это такое? Я маленький ребенок, чтобы со мной за ручку в институт ходили. Ну ладно, как знаешь. Иван волновался, потому что Михаил снова задерживался. По-моему, в 12 часов ночи документы в институт уже не принимают. Я не знаю, что и думать. Иван все еще надеялся на спокойный семейный вечер с женой и сыном. Это кто? Это моя знакомая, Маринка. Мы с ней около института познакомились. Она сегодня ночует тут. Здрасте. Марина Зуйкова, 20 лет. Не замужем. Случайная знакомая Михаила. Пройти можно? Здесь что, ночлежка? Иван, немедленно выгоня отсюда своего сынка эту девицу. Подожди, Вероника, нужно разобраться. Что тут разбираться? Ладно, живите, как знаете. Марина, вас, кажется, так зовут. Вы понимаете, что ваше присутствие здесь неуместно. Я могу и уйти? Марин, подожди. А ты иди в комнату и ложись спать. Или убирайся. Только можешь больше сюда не возвращаться. Я думал, что он хороший, умный мальчик. Будет готовиться к экзамену. А похоже, у него одни пьянки да гулянки на уме. То есть вы решили, что ваш сын может быть только образцовым юношей. А теперь очень расстроились из-за того, что он не соответствует вашим ожиданиям? Нет, ну я надеялся. Все-таки родная кровь. И потом его мать – приличная женщина. Она тоже преподаватель. А почему тогда, когда вы выяснили, что ваш сын не такой, как вы ожидали, вы не выгнали его из дома? Ну, как в пословице. С глаз долой, с сердцем он. Ну нет, я решил дать ему последний шанс. Я решил поговорить с ним. Кружку возьми. Ну и где ты вчера был? Документы подал в институт? Неа, не успел. Значит так, мне с тобой все ясно. Быстро собираешь свои вещи и вон из моей квартиры. Понял? Ах вот как вы теперь, папенька, заговорили. А вот возьму и не уеду никуда. Это ведь мой дом тоже? Ах, ты наглец. Вы, папаша, сами виноваты, что я у вас такой вырос. А что, бросили мать там одну? За 20 лет ни разу не позвонили, не написали. Как ты смеешь так говорить? Я, между прочим, правду говорю. Вы же не знаете, как мы там жили? Мать каждую копейку считала, пока вы тут в профессорских квартирках прохлаждались. Ну, выгоните вы меня. Уеду. А дальше что? Сопьюсь, как все там. Ладно, подожди. И вот видите, какой у меня сын. А почему вы думаете, что Михаил приехал к вам поступать в институт? А может, он приехал просто погулять? Погулять за счет отца профессора. Нет, он искренне говорил, он хотел поступить в институт. Но, может быть, действительно я виноват, что он таким вырос. Но я не знал, что Лариса тогда забеременела. Я бы помогал, и все было бы иначе. Ну, история сослагательного наклонения не имеет. Все случилось так, как случилось. И вам сейчас нужно думать, что делать с Михаилом. Я думаю, что нужно помочь ему поступить в институт. Хоть этот-то я могу. А потом пусть живет сам, как знает. Я боюсь только потерять Веронику. А может быть, все честно рассказать Веронике, что сын оказался не тот, кого вы ожидали, и что вы помогать ему будете из-за чувства вины. И пусть она все сама решает. А потом, все-таки вот интересно, что у вас за отношения с Вероникой? Что какой-то великовозрастный абултус смог так легко их разрушить? Не знаю. Я не знаю. Иван не мог избавиться от чувства вины перед сыном, и Вероника ушла от Ивана. Что, уже все выучил? Там все так сложно. Пап, а давай я не буду всего учить, а? Как так? Ну, давай ты мне дашь один билет, я его выучу. Ты мне его пометишь, а на экзамене я как будто бы случайно его достану. А задачу к нему мы решим заранее. Ты что придумала? Как тебе вообще могло такое в голову прийти? Ну вот же они. Ну возьми, ну выбери какой полегче. Уж один-то я решил. И думать забудь. Что непонятно, спрашивай. А на преступление даже ради родного сына я не пойду. Я не успею. Все, разговор окончен. Сам поступишь. У нас дураков в роду не было. Да уж, конечно. Сам спишь и видишь, как бы меня запихнуть в институт и выселить в общагу. А теперь даже помочь не хочешь. Ну что ты такое говоришь, сын? Если поступишь, ты можешь здесь жить. А захочешь, я квартиру тебе сниму. У меня деньги есть. Иван очень скучал по жене. Он позвонил Веронике и предложил встретиться. Привет, я... Я соскучился. Да? А я думала, с твоим сыном не соскучишься. Ну что-то он ничего, он занимается и... Может быть, даже поступит. У него есть способности. Папка пошел. Ну я не знаю. Может быть, и в мать, она ведь тоже преподаватель. Да? Ты же говорил, что не помнишь, кто она. Ясно. Вероник, я с ней больше не встречался. Я не хочу встречаться. Я просто хочу, чтобы Михаил поступил в институт. Вот и все. Может быть, вернешься, а? Может быть, и вернусь. Только если твоего сынка больше не будет в моем доме. И ни о нем, ни о его матери я больше никогда не услышу. Ну, может быть, он до поступления поживет, а? Да. Мне твой выбор ясен. Я остаюсь жить у мамы. За вещами позже приду. Ивану нужно было сдать на кафедру задачи к экзаменационным билетам. Но он не мог их найти. Миша, ты не видел, где билеты? Ты не видел, где билеты? Нет. То есть, да. Вот они. Как ты посмел? Ты же украл эти билеты. Да не крал я ничего, а взял посмотреть. Вон. И чтобы я тебя больше здесь не видел. Вон отсюда. Подумаем. Иван понял, что жестоко ошибался в сыне. Получив письмо от своей давней любовницы, Иван Демин узнал, что у него есть взрослый сын Михаил. В письме сообщалось, что Михаил собирается поступать в институт. Жена Ивана, Вероника, была против знакомства. Но Михаил приехал и даже не собирался готовиться к экзаменам. Он попросил отца помочь ему, воспользовавшись служебным положением. А когда Иван отказал Михаилу, тот просто украл у него ответы на экзаменационные задачи. Иван выгнал сына из дома. Через день Вероника, как и обещала, пришла за вещами. А где этот сыночек? Я его выгнал. Надо же! А что так? Вероника, прости, ты во всем была права. Представляешь, Михаил хотел украсить у меня материалы для экзамена. Интересно, он больше ничего не украл? Так, шубы моей нет, норковой. Кольца тут были. Денег тоже нет. Черт, я же забыл взять у него ключи. Наверное, вчера, когда я был на работе, он вернулся и все самое ценное вынес из дома. Ну вот. Пришла за вещами, а вещей-то и нет. Как я мог так ошибаться? Ведь я сначала поверил ему. Мне казалось, что Михаил хороший мальчик, несмотря ни на что. Ну, на вашем месте мог оказаться каждый и совершить подобную ошибку. Вы ведь очень хотели сына. Нарисовали идеальный образ этого сына. А Михаил никак не соответствовал этому идеальному образу. Но ведь жена меня предупреждала. Почему я ей не поверил? А теперь я потерял и сына, и жену. Я должен вернуть Веронике деньги, драгоцензии. Я только не знаю, как это сделать. Не подавать же на родного сына в милицию. А почему бы нет? Он же настоящий вор. А почему бы вам не съездить к Ларисе и поговорить с ней? Ведь Михаил мог совершить то, что совершил, из-за того, что вы отказались ему помогать. Решил отомстить вам и вернуться домой. Да, я, наверное, так и сделаю. Только если Вероника узнает, что я ездил к Ларисе, она же никогда не простит меня. А вам не кажется, что у вас не так много вариантов? Ну и потом. Хуже-то ведь все равно уже не будет. Да, наверное, вы правы. Мне нужно ехать к Ларисе. Иван очень волновался перед встречей с Ларисой. Он не видел ее 20 лет. Проходи. Прости, что я так прямо. Лариса Ивановна Маслова. 40 лет. Замужем. Мать Михаила. Учительница. Зачем ты приехал? Ларис, я по поводу сына. Ты знаешь, что он... Я знаю. Я знаю, что он поломал руку. Прямо перед отъездом. То есть, как перед отъездом? По глупости. На огороде за доску зацепился и упал неудачно. Ничего не понимаю. А где он сейчас? Дома. Миша! Да, мам. Миш. Знакомься, Миша. Это твой папа. Здравствуйте. Иван был в шоке. Перед ним стоял совершенно другой человек. Здравствуйте. Вы только не подумайте, что я хотел, чтобы мне помогли экзамены сдать. Михаил Маслов. 20 лет. Сын Ивана. Абитуриент. Я предметно отлично знаю. Это он маму к чему-то придумала. Да-да, я понимаю. Тут такое дело. Если вы мой сын Михаил, то... Вот это кто? Это друг мой, Мишка Смирнов. Афат, куда вы его знаете? Что-нибудь случилось? Да, случилось. Этот Смирнов приехал ко мне, сказал, что мой сын показал письмо, которое я вам отправил. Как письмо? Миш, посмотри, письмо уже на тумбочке. Да-да. Интересно. Неужели стащил? Не удивлюсь. Он сначала пытался у меня из дома украсть экзаменационные билеты, а потом взял деньги, вещи и исчез. Господи, как же так? Не переживайте. Он тут рядышком, через дорогу живет. Сейчас мы сходим и все уладим. Миш, я прошу тебя, только аккуратно. Не переживай, мам. Пойдемте. Иван внимательно наблюдал за поведением Михаила, пытаясь понять, какой он его настоящий сын. А вот и Михаил. Мих, ты чего? Я ничего не знаю. Ну, может быть, ты знаешь, где лежат вещи, которые ты у меня взял, сынок? Я у вас ничего не брал. Михаил Смирнов. 20 лет. Неженат. Безработный. А да лучше по-хорошему. А то сейчас у тебя такой обыск устроен. Хорошо, хорошо. Чего вы так сразу-то? Михаил вернул Ивану вещи и деньги. Надо было бы на него в милицию заявить. Да нет, ничего я делать не буду. Сам дурак, сам и поплатился. Сейчас Иван впервые по-настоящему пожалел, что не встретился со своим сыном раньше. В тот же день Иван вернулся домой. Явился? А где ты был два дня? Я к Ларисе ездил. Я так и знала. А зачем вернулся? Проваливай давай к своей любовнице. Иранка, я прошу тебя, успокойся. Ну, пойми, Лариса давно замужем, она счастлива. И ты не поверишь, ну, тот Михаил, который приезжал, это не мой сын. Это аферист. Вероник, я вещи наши привез. Мой настоящий сын, знаешь, какой? Молодец. Если б ты его только увидел, он умница. Он в институт сам поступит без моей помощи. С общежитием я договорюсь. Ой, зачем он в общежитии? У нас там уж то место, мама. Многие люди любят жить в лизорном мире, где все добрые и хорошие. А если кто-либо поступает не так, так это он по недоразумению. Так предпочитал жить и герой нашей истории Иван. Ведь ничего не должно было омрачать его спокойствие. А поскольку в жизни так не бывает, вот и пришлось Ивану закрывать глаза на то, что происходило в его жизни, пока эта самая жизнь крепко его не ударила. Эта история закончилась благополучно. И будем надеяться, что наш герой запомнит этот урок на всю оставшуюся жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok